Бессмертный полк 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 Управляющая компания, которая установила прибор учета в доме на улице Покуса, планирует оборудовать такими устройствами и другие многоэтажки. На тех домах, где это возможно, мы будем это продолжать, потому что, во-первых, нужно желание жителей, во-вторых, смотреть, соответствуют ли входные параметры и будет ли от этого толк от установки прибора учета. Сегодня в домах Хабаровска установлено примерно тысяча счетчиков, которые контролируют расход тепла. Энергетики рассчитывают, что к следующему отопительному сезону, после того, как собственники увидят реальную разницу между фактическим и нормативным потреблением, таких приборов учетом отопления будет гораздо больше. Александра Романова, Ксения Брониславская, Телеканал «Губерния». Сегодня, 1 апреля, во всем мире отмечается неофициальный, но многими любимый День смеха. Жители России активно принимают участие в праздновании, однако за последнее время доля любителей разыграть друг друга поуменьшилась. Так, в 2016 году тех, кто в День смеха готовил розыгрыши, было больше половины населения страны – 54%. Спустя два года желающих пошутить стало меньше почти на 20%. Впрочем, 37% – это довольно большая цифра. Пошутить мы любим. Розыгрыш вполне можно спланировать самостоятельно, а можно купить готовые варианты в магазине приколов. В Хабаровске есть несколько таких. К примеру, можно в шутку угостить знакомого конфетой с экзотическим вкусом. По 40 рублей за штуку продаются сладости со вкусом перца, чеснока, рыбы или даже мыла. Для тех, кто привык действовать с размахом, праздничное агентство предлагает услуги розыгрыша. Сценарии шуток самые разные – от гадалки в офисе до повестки в военкомат. Цена – от 7 до 35 тысяч рублей. Лучших юных художников и музыкантов определили по результатам фестиваля конкурса «Новые имена». В нем приняли участие более 600 детей. Победители получили возможность выступить на сцене Хабаровской филармонии в сопровождении Дальневосточного академического симфонического оркестра. С подробностями Станислав Михайлов. Маргарита Шаленко – одна из самых юных участниц фестиваля конкурса «Новые имена Хабаровского края». В 6 лет мама отдала ее в музыкальную школу. Сейчас Маргарите 9, и она уже не раз становилась лауреатом и дипломантом всероссийских и международных конкурсов. А вот в сопровождении Дальневосточного симфонического оркестра девочка играет впервые. Такая возможность появляется у финалистов Хабаровского конкурса. В оркестре нужно играть ровно, потому что они играют по дирижеру, и как бы дирижер, он и так за оркестром следит. То есть нужно все играть ровно, потому что никто тебя больше не поймает, если там ускоришься или замедлишься. Фестиваль «Конкурс «Новые имена Хабаровского края»» проводится с 2008 года. За это время в нем приняли участие тысячи художников и исполнителей со всех уголков региона. В этом году жюри конкурса отсмотрела более 500 рисунков и прослушивала 400 музыкальных произведений. По словам организаторов, многие из его лауреатов в будущем становятся профессионалами. Он называется именно фестиваль «Конкурс», поэтому мы замечаем это всех. И в банк данных, в базу данных мы вносим всех участников фестиваля «Конкурсы», вообще всех детей, которые занимаются и в художественных школах, и в музыкальных. И работаем с этими детьми, чтобы они потом именно стали музыкантами и художниками. Победителем конкурса в этом году стала 17-летняя Ксения Шабашова из Амурска. Когда-то в ее детский сад с концертом приехал народный ансамбль. Набирали детей. С тех пор Ксения и Домра неразлучны. Лишь однажды в старших классах ей вдруг пришла мысль пойти после школы в полицию. Но она поняла, что без музыки уже не может. Погрузилась очень сильно в музыку, и мне кажется, если я сейчас брошу это дело, то очень будет... Я не знаю, чем я буду заниматься другим. То есть я к музыке настолько привыкла, что другим делом каким-то заниматься я не могу. В долгосрочных планах Ксении получить высшее музыкальное образование в консерватории Москвы или Новосибирска. А в ближайшее время, как обладательница Гран-при фестиваля конкурса «Новые имена Хабаровского края», она поедет на летнюю творческую школу в Суздаль. Другие лауреаты получили стипендии по 10 тысяч рублей и билеты на концерт Юрия Башмета. Станислав Михайлов, телеканал «Губерния». Вы смотрите город сегодня. Ровно 116 лет назад из Хабаровска в Париж особым багажом отправили скелет морской коровы. И это не первоапрельская шутка, а исторический факт. Животное, у которого тело тюленя и хвост кита, было открыто во время экспедиции Витуса Беринга в 1741 году. Морская корова Стеллера, так ее назвали в честь биолога из той самой экспедиции. Животное абсолютно не боялось людей, из-за чего в течение последующих 25 лет после открытия было практически истреблено. К началу 19 века остались лишь графические изображения Стеллеровской коровы и скелеты, которые периодически находили ученые. Один из двух скелетов – Преаморское географическое общество и отправило Парижскому музею. Раритет был продан французам за 5 тысяч франков. Скелет упаковали в пять ящиков весом в 31 пут. Кстати, скелет морской коровы из Хабаровска до сих пор выставляется в Парижском национальном музее естественной истории. Есть такой и в Краеведческом музее Хабаровска. Таким был город сегодня, а завтра, 2 апреля, Хабаровчан ждет насыщенная гастрономическая и культурная программа. Счастье покажут в кино. На большие экраны выходит киноальманах студии Дисней «Счастье. Это часть вторая». Фильм состоит из семи новелл от начинающих российских режиссеров. Одну из короткометражек под названием «Шансы в танце» сняла хабаровчанка Елена Войтович. Посмотреть киноленту можно в гиганте, начиная с сегодняшнего дня. Бесплатные пригласительные в кассе кинотеатра. Познакомиться поближе с культурой Белоруссии зовут Хабаровчан. Мероприятие состоится на площадке Педагогического института ТОБУ. В программе «Традиции и обычаи белорусского народа» мастер-класс по изготовлению куклы-оберега, показ фильма о памятниках архитектуры и многое другое. Начало в 14 часов, вход свободный. Ешь, пи и смотри, экскурсию под таким названием могут посетить хабаровчане. Любители гастрономических изысков повезут на местную сыроварню. Там не только можно увидеть, как варят сыр, но и оценить на вкус исключительно свежую моцареллу. Стоимость участия 750 рублей с человека. Заявки принимаются только от групп. Это была программа «Город сегодня. Жизнь краевой столицы в событиях, людях, цифрах». Информационная служба телеканала продолжает свою работу. Увидимся в городе. Счастливо!